Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Иоанна. Сегодня мы с вами читаем 15 главу. Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всяк у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы боль я принесла плода. Образ виноградника присутствует уже в Ветхом Завете, где он означает Божий народ. И Христос говорит о том, что Он есть истинная виноградная лоза. Он является той лозой, к которой привиты все христиане, которые могут плодоносить только в силу своей привитости, в силу своей принадлежности к Христу. Отец проявляет постоянную заботу о своей церкви и всякую ветвь, не приносящую плода, отсекает, как винограды удаляют засохшие ветви, чтобы они не мешали живым. И всякую приносящую плод очищает, чтобы боли я принесла плода. В жизни христианина Бог трудится, направляя его на путь спасения и очищая его от всего, что этому спасению препятствует. В жизни христианина совершается Божий промысел, как говорит святой апостол Павел, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Это значит, что во всех событиях в своей жизни, как радостных, так и горестных, христианин призван видеть это божественное очищение, эту руку Божию, которая ведет его к спасению. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас». «Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Что значит «прибывать во Христе»? Это важное, ключевое понятие для Нового Завета, которое появляется и здесь, в Евангелии появляется в посланиях апостольских. И мы его слышим постоянно в церковных песнопениях. Мы слышим «елиться во Христа, крестистися, во Христа облекостися». То есть вы, крестившиеся во Христа, облеклись во Христа, как сказано в послании апостола Павла к Галатам. Пребывать во Христе – это значит пребывать в особого рода союзе, соединении со Христом, который, как мы читаем в Писании, проявляется через веру, через исповедание Иисуса Господом и Сыном Божиим, через хранение заповедей. В другом месте Господь говорит, что «кто в заповеди мои соблюдает, тот во мне пребывает, и я в нем». И через участие в таинствах. Апостол Павел говорит в послании к Галатам «вы, крестившиеся во Христа, во Христа облеклись». И Господь говорит в шестой главе Евангелия от Иоанна «идущий мою плоти, пеющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». То есть пребывание во Христе знаменуется верой, хранением заповедей и участием в таинствах. И пребывать во Христе – это значит пребывать в общении с Церковью и вести христианский образ жизни в послушании Божьим заповедям. Любое христианское плодоношение, любое творение дел, угодных Богу, возможно только при условии пребывания во Христе, то есть пребывания в Его Церкви. «Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Господь не говорит, что без меня, а без него нам трудно будет угождать Богу. Нет, Он говорит, что без меня вы не можете делать ничего, в смысле вообще ничего. И мы поэтому, если мы желаем жить христианской жизнью, должны черпать наши силы у Христа, соединяясь с Ним в таинстве и в Христии. «Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Господь предостерегает нас против отпадения. Мы должны пребывать в нем. То есть, я еще раз напомню, пребывать в вере, хранении заповедей и общении с Церковью в таинствах. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». Господь побуждает нас к настоятельной молитве. «Чего не пожелаете, просите, и будет вам». Эти обещания, ответы на молитву, они должны быть правильно поняты в том, что мы молимся, пребывая во Христе и в послушании Христу. То есть, наверное, было бы ошибкой понимать эти слова, что если я, допустим, захотел в себе седло, большое, ковер и телевизор, и об этом попросил, мне все это непременно будет даровано. Есть такая ересь, теология процветания, когда говорят, что если человек богочестив, угождает Богу, то он будет при этом богат и здоров. Это, конечно, неверно. И бывают богочестивые люди, которые небогаты и нездоровы, и в земном плане, в земном отношении они претерпевают многие страдания, как это и было со многими святыми. Мы призваны просить об осуществлении воли Божией в нашей жизни, не об осуществлении нашей воли. Молитва – это не способ манипулировать Богом, чтобы он сделал по-нашему. Молитва – это способ явить волю Божию в нашей жизни и прославить Отца. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, пребудьте в любви Моей». Это удивительные слова, поскольку мы знаем, что Отец и Сын пребывают в предвечной любви в Троице. И Отец любит Сына, и все да, в руку Его. И любовь между Отцом и Сыном – это нечто абсолютное, то, чего больше быть не может. И вот Иисус говорит, что Он возлюбил нас той же любовью и увещевает нас «прибудьте в любви Моей». Как мы пребываем в Его любви? Он объясняет это в следующем же стихе. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви Моей. Как я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». То есть, любовь к Богу, любовь ко Христу проявляется в соблюдении заповедей. Это простая мысль, она ни раз, ни два появляется в Священном Писании. Ее стоит отметить, потому что в современном слове употреблениями под любовью понимаются какие-то эмоции, какие-то переживания. И людям кажется, что если они имеют соответствующие переживания, это все оправдывает и все в порядке. Иногда люди совершают несомненные тяжкие грехи, люди нарушают супружескую верность и делают другие ужасные вещи, думая при этом, что они поступают правильно, потому что они испытывают какие-то позитивные эмоции при этом. И вот в Библии любовь — это не эмоции. Любовь — это прежде всего определенная ориентация воли, которая направлена на послушание Божьих заповедей, на благо нашего ближнего. При этом эмоции могут быть, они приходят, человек так психологически устроен, что когда мы с кем-то поступаем хорошо, с кем-то поступаем по любви, наше сердце к нему смягчается. Наоборот, когда мы с кем-то поступаем дурно и несправедливо, нам хочется себя оправдать, мы нуждаемся в том, чтобы поверить, что этот человек очень плохой, что он заслужил такого обращения, и мы начинаем его ненавидеть. И когда мы проявляем любовь, наше сердце, наоборот, смягчается. Вот любовь проявляется в соблюдении заповедей. Любовь никогда не может вести к нарушению Божьих заповедей. Потому что если это ведет к нарушению заповедей, это все, что угодно, но не любовь. Это какие-то эмоции, это какие-то переживания, это кровь, кипитая силы избыток, но это абсолютно не то, что Библия называет любовью. И любовь к Богу – это не какие-то эмоциональные переживания, связанные с Богом. К сожалению, бывают люди, у которых масса мистических переживаний, которые при этом не являются верующими в христианском смысле. Увы, вера в христианском смысле этого слова проявляется в хранении заповедей, в том, что мы желаем повиноваться нашему Господу, мы желаем исполнить Его волю, мы желаем Ему угодить. И мы пребываем в любви Его через соблюдение Его заповедей. «Сие, сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Наша вера является источником радости. Если для человека вера во Христа является источником тревоги, страха, уныния, он что-то в ней не понял. Вера должна быть и является источником глубочайшей радости и утешения. Эта глубочайшая радость не совпадает с каким-то поверхностным весельем, потому что мир ищет веселья, мир ищет какого-то развлечения, мир ищет как-то повеселиться. И веселье — это не всегда плохо, это не всегда греховно. Бывают совершенно невинные формы веселья, в которых ничего богопротивного нету, но радость — нечто гораздо более глубокое. Бывает так, что человек находится житейски в невыносимых обстоятельствах, человек может быть тяжело болен, приклонен к постели, он может быть вообще близок к смерти, и в нем есть эта радость. Радость, которая поражает людей вокруг. Я читал воспоминания одного христианина, он был неверующим, он был врачом, и он был в больнице, и он, будучи атеистом, оказывал помощь умирающим людям, среди которых были умирающие христиане. И его поразило, как люди, у которых нет никакой земной надежды, они умирают, и они точно знают, что они умрут на днях или даже в течение нескольких часов, они принимали это с радостью и с утешением. И вот оно столько поразило, что через какое-то время он сам стал христианином. И мы должны искать у Господа этой радости, искать этого утешения. Поскольку, когда у человека нет радости и утешения, он пытается чем-то ее скомпенсировать, он пытается найти какое-то утешение в миру и часто какими-то дурными, греховными, разрушительными путями. И мы должны просить у Господа этой радости и искать ее. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Главная заповедь Господа состоит в том, чтобы мы любили друг друга. Любили друг друга подобно тому, как он возлюбил нас. Как Христос возлюбил нас, он умер на кресте за наши грехи. И любовь к ближнему проявляется, как мы это читаем в Писании, например, у апостола Павла, что все заповеди, не уби, не укради, и так далее, они сводятся. Любовь не делает ближнему своему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. То есть, если мы любим ближнего, мы соблюдаем в отношении его заповеди Божьи. Как мне понять, люблю ли я ближнего? Соблюдаю ли я в отношении его Божьи заповеди? Божья заповедь безмерно обширна, и мы должны тщательно размышлять о том, каждый день, исполняем ли мы заповеди по отношению к нашему ближнему, не причиняем ли мы зла и вреда, например, какими-то нашими словами, не разрушаем ли мы чье-то доброе имя, например, пересказывая какие-то слухи, не оскорбляем ли мы человека, когда мы его думаем, что критикуем, и так далее. Мы должны очень внимательно к этому относиться, чтобы проявлять любовь к ближнему, и особенно любовь к нашим братьям в церкви. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Христос здесь говорит о том, что он положит свою душу за своих друзей. Он умрет за апостолов и за весь народ. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что заповедую вам». Мы видим, какое высочайшее звание Христос усваивает христианам. И это мы должны оценить, потому что мы привыкли слышать, что мы можем называть Бога Отцом, и что мы можем называть, что Иисус Христос называет нас друзьями. Но на самом деле это нечто поразительное и новое. Я помню, как я читал книгу одной мусульманки, которая обратилась в христианство, и книга называлась «Я смелилась назвать его Отцом», потому что в ее традиции считалось небогоговейным, непочтительным называть Бога Отцом. И за этим есть определенная здравая и правильная мысль, потому что Бог есть Творец неба и земли. Бог тот, кто вызывает богоговейный ужас. Когда пророк Исаия увидел Бога в храме, он воскликнул «Горе мне, погиб я, я, человек с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа, теперь я должен умереть». И Бог тот, кто вызывает богоговейный трепет. Но в Иисусе Христе мы можем называть Бога. Бога, который превосходит всякое наше разумение и понимание. Бога, перед которым с благоговейным трепетом склоняются могущественные ангелы. Мы можем называть его Отцом. Бог, ставший человеком в лице Иисуса Христа, называет нас своими друзьями. Мы можем быть друзьями Иисусу Христу. Не просто подданными, не просто рабами, но именно друзьями. И мы можем сделать для него что-то, как друзья делают для друга. Мы можем соблюдать его заповеди и через это показать себя его друзьями. Христос устанавливает с верующими отношения ближайшего родства, отношения самые семейные. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Более того, Христос здесь противопоставляет звание рабов и друзей. Он хочет превознести христиан, чтобы сделать нас его друзьями. Он открыл нам свой замысел о спасении мира. И мы должны послужить ему в этом замысле, как церковь служит, проповедуя Слово Божие всякому творению и совершая добрые дела ради того, чтобы прославлялся Бог. И в этом отношении мы должны явить себя друзьями Иисуса Христа. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое Он дал вам». Здесь Христос еще раз говорит об избрании. И это избрание не только апостолов, это избрание любого и каждого христианина. В современном языке, и здесь возникает определенная трудность, слово «избранный» носит несколько отделяющий, при этом несколько надменный характер. У кого нет миллиарда, тот да покинет это собрание, а мы вот здесь избранные, мы элита. А вот вы не элита, вы идите отсюда. Но избранный в Библии означает нечто другое. Он означает личное отношение, личное избрание, как жених может назвать невесту своей избранницей, или она может назвать его своим избранником. Мы избраны в том плане, что Бог избрал каждого из нас и установил с каждым из нас определенные личные доверительные отношения. Христос избрал нас до того, как мы его избрали. Христос сделал так, что мы в Него уверовали. Мы уверовали во Христа, потому что Он так устроил нашу жизнь. Мы встретились с такими вот людьми. Мы прочитали такие вот книги. Все обстоятельства нашей жизни сложились таким образом, чтобы привести нас в церковь. И они сложились таким образом не потому, что так случайно карта легла, но потому, что Бог так спланировал. Потому что Христос нас избрал. И Он избрал нас с определенной целью. Избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш прибывал. Мы приносили плод, то есть творили угодные Богу дела и меняли себя, и меняли других людей, и меняли мир вокруг нас. Священник, который проповедует Слово Божие, принимает исповеди и преподает таинство, он приносит плод. Преподаватель в воскресной школе, который научает детей Слово Божие, приносит плод. Уборщица в храме, которая наводит порядок, она приносит плод. На чисто мирской работе человек, который, будучи православным христианином, показывает доброе христианское отношение к другим работникам, к подчиненным, к начальникам, показывает добросовестный свой труд, он приносит плод. И чтобы плод ваш прибывал. Плоды, которые люди творят здесь на земле, они не прибывают, они быстро приходят в негодность. Самые новые, самые крутые модели, например, смартфонов. Ну вот, какое-то время назад был выпущен первый iPhone, и это было потрясение. Это произвело на всех огромное впечатление. Все хотели его купить, все там бежали занимать деньги в банке, все стояли в огромных очередях. Ну, по крайней мере, все поклонники этой марки электроники, естественно, не говоря о всех людях вообще. Но теперь он уже никому не нужен. Теперь это просто музейный экспонат, им мало кто пользуется. Он уже совершенно вышел из общественного интереса. Я помню, я видел на каком-то рынке электроники, там была такая витринка, и там для любопытных стояли старые модели компьютеров, которые когда-то были невероятно крутыми, невероятно дорогими. И последним-последним словом техники. И сейчас они, конечно, годятся только для музея. И многое из того, что люди делают в этой жизни, не пребывает. Не пребывает очень недолго. Через какое-то время все это ветшает, все это приходит в негодность. Но дела, которые делаются из угождения Богу, они пребывают. Они остаются, они являются вкладом в Царство Божие, они не пропадают. Все, что мы делаем ради Бога, остается в вечности. Дабы чего не попросить у Отца во имя Мое, Он дал вам. Христиане посланы в этот мир как представители Христа, как продолжение Его миссии. И часть этой миссии мы призваны молиться о том, чтобы воля Божия совершалась в этом мире и совершалась через нас. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Еще раз Господь Иисус говорит о том, что христианин призван любить ближних вообще, но прежде всего других христиан. И это будет трудно, потому что все мы грешные люди. Все мы склонны друг друга раздражать и удручать, и так или иначе наступать друг другу на ноги. И церковь есть школа любви, потому что в церковь мы приходим и встречаемся с людьми, которых мы себе не выбирали. Сейчас в социальных сетях люди себе выбирают подписчиков, выбирают людей, которые их читают, выбирают людей, которых будут читать они, и у них формируется такой закрытый кокон, люди, которых я себе подобрал, которые мне нравятся, и разонравятся, я могу от них тут же отписаться. В церкви мы встречаемся с людьми, которых избрал Бог, а не которых избрали мы. И мы учимся любить этих людей, мы учимся проявлять терпение и любовь и снисходительность, и признавать, что мы сами нуждаемся в терпении и снисходительности. И так исполняет заповедь Господа «Любите друг друга». Эта заповедь относится всегда ко мне. Это не заповедь другим людям, чтобы они меня любили, и я им предъявлял претензии, что не любят. Это заповедь ко мне, что я должен любить других людей. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Христос говорит о гонениях, о преследованиях, о враждебности, с которыми столкнутся христиане. Что такое мир, который ненавидит мир? Это система ценностей, отношений и представлений, которые основаны на отвержении или игнорировании Бога и Его Слова. И мир живет по своим законам, по своим принципам, которые часто противны Слову Божию. И когда в этом мире есть люди, которые живут по воле Божией, на них смотрят нередко с враждебностью, с неприязнью. Конечно, зависит от того, куда человек попадет, но, допустим, человек, который отказывается пьянствовать в среде, где все пьянствуют. Человек, который отказывается материться в среде, где все матерятся. Человек, который отказывается воровать, где все воруют. Он этим выделяется, этим он становится белой вороной, и за этого начинают ненавидеть. Просто за то, что он ведет себя нравственно, он поступает по заповедям. Бывает, что именно сама христианская вера вызывает неукротимую враждебность, потому что она служит обличением, она служит указанием на то, что можно жить и по-другому. «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». Раб не больше господина своего. Христос в этом мире был отвержен и был в итоге распят, и христиане не должны удивляться, когда они тоже сталкиваются в этом мире с враждебностью. Но преследования, с которыми столкнутся христиане, будут вызваны тем, что люди не знают пославшего Иисуса, то есть не знают Отца. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, теперь не имеют извинения во грехе своем». То есть Божие Слово налагает дополнительную ответственность на то, как мы к Нему относимся, как мы на Него реагируем. Если мы услышали проповедь Евангелия, отозвались покаянием и верой, это чудесно, мы спасены. Если мы услышали эту проповедь и ожесточили сердце свое и уперлись, то с каждым новым разом нам все труднее и труднее и труднее отозваться. Мы все больше и больше и больше коснем во грехе. Поэтому, когда Бог побуждает нас к покаянию, Бог побуждает нас к вере, мы должны отзываться как можно быстрее. Дальше будет сложнее еще. «Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего». Господь говорит о том, что тот, кто ненавидит Христа, тот, кто враждебен ему, ненавидит и Отца, то есть ненавидит и Бога. И здесь мы видим предсказание враждебности, с которой столкнется церковь. Но иногда люди думают, что если бы церковь была посвятее, если бы в церкви не было никаких недостатков, если бы все христиане прям ходили, сияли, светились, если бы никому нельзя было предъявить никаких упреков, то нас бы все возлюбили. Нет, нас бы сильнее возненавидели, потому что люди, мир сей ненавидит церковь не за то, что церковь, не за ее грехи, а как раз за то, что в церкви присутствует праведность и за то, что церковь исповедует Иисуса Христа. Нас обычно, да, в общем-то, всех нас не удручают люди, которые плохо себя ведут. Наоборот, нам как-то легче. Вот я вижу этот там Вася, он прелюбодей, пьяница и вор. И я о него смотрю и думаю, да, на фоне Васи я очень хороший человек вообще, я молодец. Я вот намного-намного приличнее. Но когда я вижу святого человека, я вижу праведника, и передо мной возникает вопрос, а почему я не праведник, а почему? А вот единственная причина, я не захотел. И мне от этого дискомфортно, мне неприятно, и меня этот праведник начинает раздражать, он мне не нравится. И вот эта враждебность по отношению к праведнику, она всегда будет присутствовать в истории. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели меня и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасто. Христос говорит об отвержении его миром, и прежде всего в ближайшей перспективе об отвержении его иудеями. И он говорит, что они, враждебная часть иудейского народа, конечно же, часть обратилась, и мы знаем, что все апостолы были иудеями. Часть обратилась, но те, кто восстали против него, верхушка иудейского общества, они возненавидели его напрасно, они столкнулись со светом, они увидели свет и отвергли его. И это важное напоминание нам всем, что мы тоже можем ожесточиться, тоже можем отвергнуть свет. И мы должны избегать этого. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. То есть, дух утешитель, дух истины будет, чем он будет заниматься, он будет свидетельствовать об Иисусе Христе. Святой дух свидетельствует об Иисусе Христе. Это признак святого духа, то есть, это не просто дух какой-то. Есть шуточная песенка «Ох, нехило быть духовным». Или там духовные люди, особые люди, их серверуют в отдельной посуде. Есть множество людей, которые претендуют на что-то духовное, на то, что у них духовный опыт, на то, что это нам сообщается с духами. Ну, может быть, они сообщаются с некими духами, мы не знаем. Духи разные бывают. Как понять, где святой дух? Святой дух свидетельствует об Иисусе Христе. Это его обязательный признак. Он сосредоточен на Иисусе Христе. Он желает привести нас к спасению в Иисусе Христе. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. То есть, апостолы будут свидетельствовать миру об Иисусе Христе. Мы с вами прочитали 15 главу Евангелия от Иоанна. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!